Я поделила пустые баночки на категории, в этот раз у меня есть пустые баночки для волос по уходу за телом и по уходу за лицом. Давайте начнем с волос. Закончился у меня шампунь от бабушки Агафьи, я решила вспомнить этот шампунь, так как раньше была от него в восторге. Что нам обещает производитель этого шампуня? Укрепление волос, уменьшение выпадения волос и просто красивые блестящие волосы. Что из этого правда? В общем-то особо эффекта выпадения волос я не вижу, да и в принципе это все маркетинговый ход, поэтому эти пункты здесь не работают. Единственное, что общее состояние волос, оно конечно заметно улучшается, потому что вы их просто вымываете от грязи, поэтому кажется, что шампунь работает. По сути, это просто очищающая штука для волос, очищающая средство, которое ничего кроме очистки не сделает волосам. Следующий лот это маска для волос от фирмы ЛЕВА. Данный продукт я пробовала впервые и ожидала от него намного большего. Что нам обещает производитель? Эта маска должна восстанавливать волосы, а также защищать волосы от воздействия высоких температур. То есть эта маска должна работать как термозащита. Опять же, особого эффекта восстановления я не заметила. Кроме того, волосы просто жутко от нее расчесывались. Больше я их выдрала, чем расчесала. Тем более, от воздействия высоких температур эффекта я никакого не заметила. Так как я использую отдельно масла и сыворотки. То есть, по сути, эта маска нужна для того, чтобы хоть как-то волосы расчесывались после мытья головы. Но, к сожалению, этого не случилось. В этом флаконе 1000 мл. И стоил он довольно дорого. Но, несмотря на это, я ему ставлю тройку. Мне это средство не понравилось. Чего не могу сказать о следующем кандидате. Это вот такой бальзам для волос от Велла. Я очень люблю эту фирму. Мне нравятся их шампуни и особенно бальзам. Во-первых, его надолго хватает. Он стоит умеренно дешево. То есть, его может позволить себе каждый. И здесь 500 мл. Я в общем встречаю, что в бальзамах для волос мало миллилитров. Но они стоят просто бешеных денег. Поэтому, это классный вариант. Сочетание цены и качества за умеренную сумму. Что обещает нам производитель. Этот бальзам обещает, что он сохранит цвет наших окрашенных волос. И придаст блеск волосам. По поводу окрашенных волос не знаю. Я уже затонировала свой естественный оттенок. Поэтому, особой разницы я не заметила. Но, блеск в волосах однозначно есть. И плюс, волосы расчесываются просто вот так вот. То есть, расческа по ним скользит. Это очень классно. И за это я люблю этот ополаскатель. Очень-очень вам советую. И ему ставлю пятерку с плюсом. Средства для волос закончились. Приступаем к средствам для ухода за телом. И первое, что я вам покажу. Это крем масло от фирмы Fresh Juice. Тоже первый раз пробовала эту баночку. Все хорошо в этом средстве, кроме его аромата. Ароматы достаточно ненатуральные. И на коже это очень странно ощущается. И запах не очень такой, знаете, естественный. Как будто ты намазала себя какой-то травой. И ходишь, издаешь этот аромат. Что же нам обещает производитель? Это масло смягчает, увлажняет и питает кожу. Ну, это логично, потому что крем масло для тела, оно должно выполнять эти функции. Действительно, кожа после этого масла очень мягкая, очень увлажненная. Даже слишком увлажненная. И это мне нравится. Но так как у меня кожа не сухая, а достаточно увлажненная, нормальная, я бы сказала. То особого вау-эффекта я тоже не заметила. Но для девочек, у кого сухая кожа, это подойдет. Потому что достаточно маслянистая консистенция у этого кремика. И я его долго использовала. Несмотря на то, что тут 225 мл, у него расход минимальный. Ему я ставлю четверку, но второй раз не кулю. Следующая пустая баночка, это моя любовь. В которой я влюбилась с первого применения. Это скраб для тела. От фирмы Energy of Vitamins. Я уже когда-то пробовала гейт. Для души этой марки мне он тоже безумно понравился. Что касается скраба, мне очень сложно подобрать. Потому что в основном у нас скрабы продаются то ли слишком сухие, то ли слишком жирные, то ли слишком мягкие. Этот скраб просто идеальный. Он солевой, что позволяет хорошо отскрабировать кожу. И у него просто невероятный аромат. Мне хочется выпить этот скраб. Мне нравится эффект на коже. Мне нравится сама баночка. У него классная цена. Он стоил в районе 45 гривен за 250 мл. Я обязательно куплю еще раз этот скраб. Ему сходу ставлю 5. Даже не буду смотреть, что обещает производитель. Потому что на практике он работает просто замечательно. Пустые баночки по уходу за телом. Я также отнесла два своих любимейших на данный момент аромата. Это Fiesta de Vita от Faberlic. И Armani Bergamot. Это два самых любимых. Вот это более кисленький, более освежающий аромат лимона и бергамота. Если вы пили чай с бергамотом, вы понимаете, о чем я говорю. Я обожаю этот чай. И вот этот цветочный цитрусовый аромат, который мне надоедает и имеет очень легкий шлейф. Я обожаю эти ароматы и они очень бюджетные. И больше всего пустых баночек у меня оказалось в косметике по уходу за лицом. Так как она самая ходовая для меня и быстрее заканчивается. И первое, что я покажу из этих баночек, это скраб для лица. Фирма Organic Shop. Это имбирь и сакура. Что обещает нам производитель? Скраб должен очищать, отшелудшивать кожу, выравнивать ее структуру, увлажнять, делать кожу гладкой, придавать упругость и естественный оттенок здоровой кожи. Слишком самонадеянно для обычного скраба, правда? Что касается выполнения всех этих пунктов, конечно же, только половина из этого правда. Он действительно хорошо скрабирует и очищает кожу, так как у него есть в составе мелкие частички, которые хорошо проникают и снимают ороговейший слой кожи. Плюс мне показалось, что этот скраб, он замешан на какой-то сыворотке, которая, собственно, увлажняет кожу, что не позволяет ей раздражаться после скрабирования. Но как для моей комбинированной, тережирной и чувствительной кожи, даже несмотря на то, что у меня она чувствительная, эти частички слишком мелкие. Я люблю скрабы с крупными частичками, тогда у меня кожа как-то по-другому реагирует. Но я с удовольствием использовала этот скраб, просто я его брала для того, чтобы сравнить с теми, которые я использую всегда. И мне он безумно понравился и стоило очень-очень дешево. Поэтому ему я ставлю пятерку однозначно, попробуйте, и я думаю, что вам понравится. Я затазывала с мейкапа-косметику, и как подарок мне положили тестер на алоэ гель от Гарнир. Это была новинка, и мне он жутко понравился. Я сразу же купила себе тюбик этого крема и геля, точнее, и он разошелся просто моментально. И, наверное, уже банка третья у меня уходит этого геля. Я думаю, вы все его знаете, и уже все блогеры получали рассылку и его рекламировали. К сожалению, свой покупала за свои деньги, но он того стоит. Он достаточно бюджетный, и производитель заявляет здесь только один момент, что он увлажняет. Несмотря на то, что кожа у меня комбинированная, и как бы жирная комбинированная кожа, и увлажнение это как-то не с этой оперы, как я считаю. Этот гель подошел мне очень-очень хорошо. Я в основном использовала его в утренней рутине, после того, как я умылась и под макияж. Мне он очень нравился, хорошо впитывается, но он жутко быстро заканчивается. Это просто, я не знаю, он просто тает на глазах. Но аромат, структура, все супер. И да, увлажнение есть, кожа не стягивает, и даже с этим параметром он справляется на ура. И мне кажется, чем меньше обещаний в продукте косметическом, тем больше вероятность того, что это действительно работает. Очень советую этот гель, ставлю ему пятерку и едем дальше. А этим продуктом от фирмы Гарнир я, честно говоря, не очень довольна. Тоже брала как тест кремушек, ботаник, крем с розовой водой. Мне он показался слишком жирным, слишком насыщенным, и моя кожа его нехорошо восприняла. Но сейчас я пользуюсь таким же кремушком с этой же серии, только с виноградом. И этот крем мне зашел. От этого крема у меня появились высыпания и излишняя жирнилась кожа. То есть, мне кажется, этот вариант для жирной кожи не подходит. Он подходит для сухой кожи. Стелл тоже очень бюджетненько, мне очень нравятся эти милые баночки. Пахнет хорошо даже сейчас, когда его там осталось очень мало. Я хочу его использовать, знаете куда? У меня остался очень светлый тональный крем. И я хочу смешать этот крем с этим обычным кремом для ухода, чтобы сделать такой биби-крем. Я думаю, он для этого хорошо подойдет. Но покупать я больше не буду, потому что он мне не подходит. Ему я ставлю троечку, но это чисто мое субъективное мнение. Для тех, кого он устраивает, вы можете ставить пятерку. Года два назад я делала обзор на косметику фирмы Лан Бена. Это китайская косметика, которую мне присылали на обзор. И там я выбирала те косметические средства, которые я хотела протестить. Мне очень было интересно, как работают вот эти баночки. На тот момент очень популярные с этими двухфазными средствами, маслами, сыворотками. Я не знаю, как правильно назвать. Здесь пол баночки это масло, пол баночки это сыворотка. Полная стала сыворотка для увлажнения кожи, потому что мне не подходит. Она слишком увлажняет кожу. Это можно использовать для ног, на пяточки, на кутикулу, но не на лицо. Это для супер-супер сухой кожи. Ушла хорошо баночка с розой, осталось одно масло. И вы знаете, что я придумала? Я почищу эти баночки и оставлю для каких-то других средств. Очень удобные пипетки. И после того, как эти средства используются, их можно помыть и использовать еще для чего-нибудь. Следующая баночка пустая, опять же, из-под моего любимчика, тонального крема. От Maybelline. Супер стейт, 24 часа. Он нам обещает стойкий эффект для всех типов кожи. Он матирующий, и это действительно так. Он просто обалденный. Все 100% того, что этот крем обещает, он это все выполняет. Я уже купила второй флакон, и очень настоятельно вам советую его попробовать. Ему оставлю однозначно пятерку. Бесспорно, одна из моих любимых тушей от фирмы Patricia Lido, или Patricia Lido, до сих пор не знаю, как она называется. Ultra Volume & Curve. У нее изогнутая щеточка, и за счет этого она делает длинные реснички. Продается в Еве, тоже одна из моих любимых тушей. Когда мне надоедает какая-то от Avon или Artvisage, я обязательно беру вот эту. Очень нравится. Действительно завивает ресницы, и не осыпается. За что я ставлю пятерку, и всем советую. Я не придумала другого видео, чтобы рассказать вам об этом предмете моего макияжа, моего ухода. Кроме того, как отнести это в пустые баночки. Это конжаковый спонж, или конжиковый спонж, кто как называет. Который в обычном состоянии сухой, но когда он напитывается влагой, он распухает и становится большим для умывания. Я эти спонжи очень сильно люблю, обожаю просто всей их душой. Они смывают и маски, и скрабы, просто для умывания очень классная штука, не раздражая кожу. Я ими постоянно пользуюсь. Очень вам советую. Даже если вы купите его хоть на Алике, хоть на каком-то другом сайте, он все равно будет работать классно. Ну и закончу я свое видео про пустые баночки. Не очень приятным объектом моего косметического стола. Некоторое время назад я покупала щетку для того, чтобы наносить тональный крем в Авроре. И вот эта щетка, они очень были популярны, продавались на Алике наборами, до сих пор им не пользуются. Естественно, щетка поддельная за 25 гривен не дала бы никакого результата, но тем не менее я хотела ее попробовать. Она оказалась вообще паршившей, самой плохой щеткой для тонака в моей жизни. Поэтому я недолго думая решила ее выкинуть, но перед этим показать вам, так как она просто ужаснейшая. Полосит. Когда крем попадает на нее, она становится просто твердой, дубовой. Я не знаю, что ее можно делать. Может, конечно, ботинки чистить, но никак не использовать в качестве щетки для тонального крема. Лучше я поняла подделки не брать, но когда я любопытство, станут пустое. Это были все пустые баночки в этот раз. Пишите, что вы из этого использовали, понравилось вам или не понравилось. Может быть, что-то вы посоветуете мне на замену, а я пошла купить другие пустые баночки. Спасибо, что были со мной. Увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok